СПОРТ ПИТ К реальной действительности они никакого отношения не имеют Самая главная проблема СПОРТ ПИТа заключается в том, что ожидания новичков не соответствуют реальности и действительности, которую они получают после его употребления То есть в большинстве случаев новичок думает, что я сейчас куплю банку, ее выпью, у меня там что-то где-то вырастет, увеличится и так далее Что такое СПОРТ ПИТ? Это некие, скажем так, спортивные добавки, которые призваны обеспечить неиздостающие из обычной пищи нутриенты для того, чтобы вы полноценно росли Если говорить о результате, чтобы вы прямо его почувствовали и вас бомбануло, но это, пожалуй, только креатин и, может быть, в отдельных случаях генер Вот креатин, если вы особенно в первый раз его попробуете, это компонент, который накапливается у вас в мышцах с водой, да, и вот если вы до этого креатин не принимали, организм на него может очень хорошо среагировать В кратчайший срок вы можете значительно набрать, увеличить свои силовые показатели, да, пропив буквально один курс, грубо говоря, одну банку Либо в случае с гейнером, да, если вы не доедаете вам, ну, условно, вы съедаете там 2000 калорий, вам для роста нужно 3, вы питаетесь там 3 раза в день И просто эту 1000 вам неоткуда больше взять Вы начинаете принимать гейнер, компенсируете еще 1000 калорий, у организма появляется много лишней глюкозы, он делает из нее гликоген, запасает в мышцах с водой, и вуаля, вы набираете, да Тоже значительный результат можно получить, но это, как правило, продолжается недолго, до тех пор, пока ваши существующие мышечные клетки полностью гликогеном не будут забиты потом Этот прогресс, скажем так, останавливается, но вы держите положительный энергетический баланс, продолжаете тренироваться и прогрессируете То есть в некоторых случаях спортивное питание может дать сразу такой видимый результат, да, в течение там месяца или двух Но тот же эффект, по сути, может быть достигнут и с помощью увеличения углеводов, да, основного рациона из обычных просто продуктов питания Ну, например, если у вас нет возможности питаться 6 раз в день, а возможность питаться 3 раза в день есть, плюс 2 раза выпивать гейнер Компенсирует недостающую калорийность, то если вы до этого не доедали, вы можете за месяц 2-3 набрать несколько килограммов, да, того, чего вам до этого не хватало Если говорить о других спортивных добавках, например, о протеине, ну, смотрите, протеин глупо, наверное, говорить о том, что концентрат белка, белок не поможет в строительстве мышц Все зависит от того, сколько вы обычной еды съедаете Вот если вы не доедаете, не добираете белок из обычной пищи, там, от 1,5-2 граммов на 1 килограмм веса, тогда вы компенсируете то, чего вам не хватает из обычной пищи Ну, смотрите, как это проверить, грубо говоря, предположим, что вы принимаете, да, вы получаете из обычной еды 80% того белка, который вам нужен для роста мышц, а 20% недополучаете Ну, сколько вы в год максимум наберете сухих мышц? Ну, возьмем 2 килограмма, ну, это хороший результат, если чисто качественно у нас сухого мяса 2 килограмма в натураху, это нормальный результат, ну, плюс зальем в этом немножко водички, получится около 5 килограммов Вот представьте, на 80% вы обеспечиваете свой организм белком для того, чтобы расти, а на 20% не обеспечиваете Следовательно, вы такой средней массы наберете через год не 5 килограммов, а, грубо говоря, 4 Потому что в итоге вы заметите разницу, вот эти вот 4 и 5 килограммов, для того, чтобы вам определить, сколько вы наберете с пропейного, сколько вы наберете без пропейного Можно такие исследования проводить, потратить на это несколько лет и плюс высчитывать там до грамма свой дневной рацион питания и придерживаться там такого конкретного режима Естественно, этого никто делать не будет, но говорить о том, что концентрат белка не поможет строить в строительстве мышц, по меньшей мере глупо Если вы добираете белок из обычного питания, да, из обычных продуктов, лак вам в руки, красавчики, тренируйтесь Если вам не хватает, можете использовать протеин То же самое можно говорить и о других продуктах спортивного питания, например, БЦАшки, да Кстати, я недавно рассказывал в одном из своих видео о Йосинори Асуми, который в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии Это когда, короче, клетка сама себя поедает, очищает, организм омолаживается, все там процессы механизма нужны, запускаются и так далее Вот она, в основном, эта аутофагия пропекает во время голодания, да И, как ни парадоксально, вот я за этот механизм читал, и оказалось, что даже небольшое, незначительное количество валина Прошу прощения, не валина, а лейцина способно остановить этот механизм аутофагии Потому что, как оказалось, лейцин является одной из наиболее антикатаболических, скажем так, аминокислот Когда слышишь слово лейцин, сразу вспоминаешь о БЦАшках, потому что 50% БЦА – это лейцин Другими словами, да, антикатаболические свойства в БЦА, когда спортсмены принимают их на сушке Они из потолка взяты, да, и они начали применяться гораздо раньше, чем был открыт механизм аутофагии И было выяснено, что даже небольшая часть лейцина тормозит этот процесс, грубо говоря, распада клетки Поэтому все эти процессы, которые протекают в нашем организме с участием и аминокислот БЦА, и белка, и всего остального Они так или иначе обоснованы, научно обоснованы Ну, как правило, результата от них такого – ты съел и бумс, у тебя все выросло – такого результата от них не будет За исключением некоторых случаев, о которых я сказал раньше Поэтому думайте своей головой, слушайте, конечно, блогеров, рассуждайте, анализируйте, думайте и принимайте собственные решения Ну вот и все, пока, студенты Если понравился выпуск, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал Кстати, на канале, скорее всего, скоро будут мультики Вот мы с моим другом-аниматором, с одним из моих подписчиков Сейчас работаем в этом направлении Работаем на самом деле уже очень давно, но только сейчас вроде как полноценно дошли до этого руки Вот, ну, поэтому посмотрим, какую немножко интригу создал Подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками Пока! Пока!